Самые страшные последствия любой войны — это человеческие потери и поломанные людские судьбы. Из двух миллионов уральцев, которые были призваны в ряды Красной Армии, 600 тысяч так и не вернулись домой. Среди них были и бойцы Уральского добровольческого танкового корпуса. Легендарные черные ножи. Легких побед не было, но они вытеснили немцев с Орловского выступа, штурмовали Берлин, освободили Львов и первыми вошли в оккупированную Прагу. Для многих танкистов эти испытания стали роковыми, но у тех, кто выжил, появился шанс вновь стать счастливыми, завести семью и заняться созидательным трудом. О тех, кто погиб, о тех, кто вернулся домой, о жизни добровольцев после войны и о судьбе корпуса мы расскажем сегодня. Здравствуйте! Это проект «Черные ножи». И сегодня у нас, к сожалению, последняя серия. За 20 выпусков мы вам рассказали историю Уральского добровольческого танкового корпуса, его уникальный путь к победе и то, как корпус, который был создан силами уральских рабочих, до сих пор не имеет аналогов в мире. По данным Минобороны, Советский Союз за годы Великой Отечественной войны потерял 26 миллионов 600 тысяч человек. Цифра просто ужасающая. И она в три раза превышает всех погибших в Первой мировой и гражданской войнах. Потери Красной Армии составили почти 9 миллионов человек из 32 миллионов призванных. Во время формирования УДТК его численность составляла 9 тысяч 660 человек. Это были рабочие из трех уральских областей. Первый свой бой корпус принял 27 июля 43 года и за неделю боевых действий потерял 30% личного состава, то есть погиб каждый третий боец. Сергей, сколько их пало за два года боевых действий и что нам известно о тех, кто не вернулся с фронта в 45 году? Точную цифру назвать крайне сложно. В ходе боев корпус постоянно доукомплектовывался с солдатами и офицерами из других территорий. Когда победные салюты отгремели, а родные оплакали погибших, началась история УДТК мирного времени. Корпус был переформирован в 10-ю гвардейскую, уральско-львовскую, краснознаменную орденов Суворова и Кутузова добровольческую танковую дивизию. Как складывался ее послевоенный путь? В 45 году в Германии была образована группа советских оккупационных войск. В 54-го года она стала именоваться группой советских войск в Германии. Она обеспечивала защиту западных границ Советского Союза от внешних угроз. Дивизия вошла в состав этой группы и считалась одним из лучших ее танковых соединений. В 94-м году, после вывода советских войск из Германии, дивизия была передислоцирована в город Бугачар и вошла в состав Московского военного округа. Принимала участие в первой и второй чеченских кампаниях. В 2009-м она была расформирована, и на ее базе была создана 262-я гвардейская база хранения вооружения и техники. В 2015-м на основе базы была сформирована 1-я отдельная гвардейская танковая бригада с передачей ей почетных наименований 10-й гвардейской уральской танковой добровольческой дивизии. Она продолжает боевые традиции УДТК, заложенные в годы Великой Отечественной войны. Судьбы воинов УДТК после войны складывались по-разному. Кто-то из них решил продолжить свою военную карьеру. Сфизист Аркадий Сапегин из Молотовской бригады был ранен в 43-м году. Он в корпус не вернулся. В 58-м году он стал командовать Пермским гвардейским танковым полком. А сын бригады Вася Уйманов, о котором мы рассказывали, покинул корпус в 44-м году. Его отправили в Суворовское училище. В 80-м году он завершил службу в звании полковника. Многие из них стали ветеранами труда, почетными и заслуженными шахтерами, машиностроителями, металлургами. Также добровольцы проявили себя как руководители строек, предприятий, совхозов и колхозов. Тит Кананец, герой штурма Львова, стал агрономом, а затем заместителем председателя колхоза. Мехвод фиртуоз Григорий Монтарев после войны работал в Перми прорабом. Василий Никонов, заместитель командира Свердловской танковой бригады, после демобилизации стал заместителем директора по снабжению подшипникового завода в Свердловске. Некоторые бойцы корпуса после войны стали кандидатами и докторами наук, работали в сфере образования, добивались успехов в культуре и искусстве. Долгие годы заведовал музыкальной частью Свердловского театра драмы «Наум.ком». Бывший разведчик Теодор Вульфович стал кинорежиссером, лауреатом международных кинофестивалей. Виктор Цыгаль стал известным художником. Бывшие фронтовики делали все, чтобы сохранить память об УДТК. В 1948 году в Свердловске был создан Совет ветеранов танкового корпуса. Это была первая в своем роде организация в нашей стране. Здесь, в этом зале, в доме офицера, бывшие добровольцы встречались, чтобы вспомнить боевых товарищей и то, о чем забывать нельзя. Связистка разведбата у ДТК Надежды Кириллова после войны по крупицам собирала фотографии, документы, историю своего батальона. Среди них были и талантливые писатели. Например, Вадим Очеретин. Он ушел на фронт сверхисецкого завода и воевал автоматчиком в разведбате. После войны он стал главным редактором журнала «Урал» и журнала «Уральский следопыт». В нашей семье хранится черный нож. Это памятный подарок 50-летию танкового корпуса, подаренный Вадиму Кузьмичу Очеретину. Тут есть гравировка. Это, можно сказать, семейная реликвия. Интересный факт. 50 лет назад, в 1973 году, когда праздновался юбилей Свердловска, была заложена капсула времени. И в ней хранится роман Очеретина «Саламандра», а также фильм «Город нашей судьбы», где Очеретин выступил в роли диктора. Совсем скоро Екатеринбург отмечает 300 лет со дня основания. И в этот день будет вскрыта эта самая капсула времени. И, наконец-то, мы сможем увидеть эту повесть, а также посмотреть фильм, где мы услышим голос уральского писателя. На войне можно выжить физически, но можно ли вернуться с войны с живой душой и сердцем, способным радоваться? Можно ли после всего пережитого и увиденного излечить душу? И сколько будет затягиваться нанесенная войной душевная рана? И зарубцуется ли она, в конце концов, полностью никто не знает. Продолжение следует...